Здравствуйте, мои дорогие! Всех приветствую на своем канале! После того, как я сделала видео, в котором я сказала о том, что Иисус является Мессией, единственным Мессией, естественно, я получила достаточно много противоречивых комментариев, и мне хочется сегодня об этом поговорить. Сейчас вы видите на экране один канал, который я вам очень рекомендую, это канал Валентины Склеровой. Мне бы очень хотелось, чтобы вы смотрели ее видео, поскольку это очень достойный проповедник, но я хочу включить вам буквально несколько секунд вот этого видео, которое сейчас на экране, для того, чтобы уточнить одну деталь. Я, исходя из текстов, считаю, что Иисуса не может заменить никто, то есть во втором пришествии, поэтому оно и называется второе пришествие, потому что первый раз приходил Иисус, по логике вещей, второй раз тоже придет Иисус, и поэтому я считаю, что его заменить никто не может. Валентина Склерова имеет несколько другое мнение, я считаю, что и то мнение, и другое мнение, в принципе, имеет место, но она говорит, что Иисуса во втором воскресении, обратите внимание, не воскрешении, а воскресении заменит утешитель. Но, мои хорошие, я хочу сказать, что вот, судя по текстам, никто Иисуса заменять не будет, утешитель придет как предтеча. А вот понятие воскресение и воскрешение мы с вами разберем в следующем видео. Значит, мы остановились в тот раз на утешителе. То есть, человеке, на пророчествах о человеке, который заменит Иисуса Христа, займет его место во втором воскресении. Вот я выключила этот видеоматериал, мы еще вернемся к нему. И сейчас я хочу показать те комментарии, которые мне оставили. Это мне оставил комментарий монах. Он попросил мне доказать, что во втором пришествии Мессии будет тоже Иисус из Назарета. Так и покажи, где сказано в Библии, что во втором пришествии Мессия придет тоже опять Иисус из Назарета. Слабо? И я ему тогда предоставила текст из третьей книги Ездры, которые его не устроили. И вот, что он мне написал. Посмотрел, только третья книга Ездры является не канонической, или ты готова к откуда угодно дергать инфу. Но, дорогой монах, в принципе, информация есть и в текстах Нового Завета, и причем и в текстах Евангелия, и в текстах апостола Павла. Итак, все-таки я начну вот этот вот видеоматериал с третьей книги Ездры. И сейчас зачитаю вам эти цитаты, в которых говорится о том, что именно Иисус придет во втором пришествии. Ибо откроется Сын мой Иисус с теми, которые с Ним, и оставшиеся будут наслаждаться 400 лет, а после этих лет умрет Сын мой Христос. И я не буду дальше зачитывать эту цитату, уже есть видеоматериал с подобной темой, но, по крайней мере, мы видим, что здесь речь идет о Сыне Иисусе и о Сыне Христе. Так, теперь обращаемся к текстам каноническим. Это у нас будет второе послание к Фессалоникийцам. Это у нас тексты апостола Павла. Вот давайте возьмем вот эту цитату. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом у своих и истребит явление пришествия своего. Явлением пришествия своего. О чем говорит эта цитата? О том, что придет Иисус Христос и что сделает? Убьет духом у своих. Кого? Беззаконника. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой знамениями и чудесами ложными. Теперь еще я хочу зачитать цитату. Это у нас цитата из второго послания к Тимофею. Это тоже тексты апостола Павла. Итак, зачитываю. Пред Богом, животворящим и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, запищеваю тебе соблюсти заповедь чистой и неукоризненно даже до явления Господа нашего Иисуса Христа. То есть здесь говорится о том, что нужно соблюдать заповеди до самого второго пришествия Иисуса Христа, до Его явления, которое в свое время откроет блаженный, единый, всесильный царь царствующих, Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. То есть вот это вот появление Господа нашего Иисуса Христа явит сам Господь Бог, который является царем царствующим и Господом господствующим. Он и обитает в неприступном свете, поэтому мы его и не видели. Вот такие тексты у нас есть у апостола Павла. И еще я хочу вам зачитать некоторые цитаты. Это у нас будет Евангелие от Матфея. Глава 25, стих 31. С него начнем. И когда же придет сын человеческий во славе своей, и все святые ангелы с ним тогда воссядет на престоле славы своей, и соберутся пред ним все народы, отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов и поставит овец по правую сторону, а козлов по левую. И тогда скажет царь тем, который по правую сторону его, придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, готованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня. Ну, то есть, вот я не буду дальше зачитывать эти тексты. Тут явно говорится о том, что придет сын человеческий во славе своей, и ангелы с ним. И поскольку он является царем, то, естественно, в первую очередь, я в данном случае считаю, что речь идет об Иисусе Христе, но на самом деле, конечно, утешитель, который может прийти, тоже может быть царем, но все-таки здесь речь идет о пришествии Иисуса Христа, как ни крути. Поэтому, если следовать текстам, то все-таки второе пришествие связано непосредственно с самим Иисусом Христом. Это доказывают тексты. И я, в принципе, приемлю вот такое вот появление Иисуса Христа, поскольку он вознесен был на небо в нетленном теле, поскольку он первенец из мертвых, он воскрес, и он избежал процесса тления. Он говорил о том, что он из вышних, из высших, то есть, скорее всего, он представитель более высших, высшей развитой цивилизации. И придет он, не один придет с представителями этой цивилизации, но, по крайней мере, у меня складывается такое впечатление. Ну, это, конечно, спорный вопрос, но, тем не менее, вот эти тексты доказывают его появление во второй раз однозначно. Всего доброго, до следующей встречи! Субтитры создавал DimaTorzok